и снова здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий выкладываю простите выкладываю ролик одного из наших авторов уже не первым огромное ему спасибо компания феникс пытается заработать на человеке шикарно как говорится шикарный отпор давайте послушаем вместе порадуемся за человека и за наш канал дмитрий николаевич добрый день здрасьте дмитрий николаевич меня зовут александр васильевич момент я представляю компанию феникс дмитрий николаевич 8 из банки тинько в сто тысяч пятьсот семьдесят пять рублей и учитывая ваши финансовые возможности компания феникс готова пойти вам на встречу и предлагает программу прощения и простить вам 50 процентов долга при условии что 50 процентов оставшиеся вы внесете в течение трех дней вы готовы активировать эту программу учитывая мою финансовую возможность а как вы ее учили да уж нет не готовы то что вы не погасили всю сумму задолженности и компания предлагает вам погасить половину не готов а ты чем дмитрий николаевич могли бы честно рассказать вот что происходит с чем почему ли что-то произошло с работой со здоровьем на кризис нас санкции на нас наложены всячески как доходы упали а цена расходы выросли вот как отразилось вы сейчас не работаете да практически а вы как предприниматель продолжает да нет уже давно нет конечно это все руку то есть вы не ты закрыли своя да да не приказать а то он финансово помогает но вы хотите чтобы тот помчает финансово и вам помог я хочу разобраться когда и какие у вас перспективы по погашению я вам хочу что мы честно с вами открытый диалог был чтобы открытый диалог можно было вести гораздо раньше так что и толку то принципе все равно одно и то же прошел он больше трех лет как я нарушил не дмитрий качон он уже никуда нет он зареги зафиксирован долг ему больше трех меньше он все равно останется и вы испортите себе кредитную историю когда все что-то понадобится конечно ну он до конца не будет дело в том что компания же вправе обратиться имеет право обратиться же в суде но я же говорю обсудили попрошу применить срок исковой давности потому что уже прошел дмитрий товарищ ну это же ваш долг какой же срок исковой давности я говорю до конца жизни будет моей вести вам не выгодно его и чтобы на балансе дмитрий товарищ компания хотел бы напомнить я вас выслушал и просил бы тоже чтобы меня выслушали компания имеет право на свое усмотрение обратиться мировой суд и могут прийти до по месту регистрации улица яна полуяна и провести опись имущества ничего такого не имеют права чего мне обмануть зачем меня вот и заблужден как я вам назову статья статья 33 федеральный закон об исполнительном производстве можете себе пометку сделать ознакомиться с ней должно быть решение суда вообще-то я не говорю о том что компания вправе обратиться в суд на бежевом говорю на и действует вы обратитесь а я вот так поступлю дмитрий товарищ вы ищете причины чтобы уйти от погашения задолженности это ваша задолженность и вы не вместо того чтобы вы сами спросил у вас почему вы не платить вы сказали кризис стране первая причина на работы а тем причины вы называете что срок исковой давности а теперь уже и все же а крылья уже прошел и срок исковой давности еще придачу до 3 что долг никуда ваш не денется ну так что он никуда не денется нет ни от этого как жанна пара голодна и что вашим родственникам детям перейдет он никуда не денется вы глупости не говорите но какими родственниками о чем вы не говорите какие тут могут могут быть глупости когда 100000 задолженности до 30 или 575 рублей и какие могут быть тут это очень большие деньги серьезные для тинькова большие деньги да он кому на чай больше в ресторане отдают это дело не в том что вы воспользовались этими средствами вы активировали кредитную карту я уже задолжен будь здоров это за время пока пользоваться все так хорошо говорите что отдали будь здоров я открыл я думаю может быть все на самом деле думаю может быть вы правы и кризис настоящее время передо мной находится ваше дело я открыл вашу кредитную историю поплыть на симпл истории платежей я вижу что начиная с 2009 года вы нарушали сроки оплаты то есть какие кризис 2009 году о чем вы говорите вы уже в 2009 году начиная с первого месяца уже начинали срок упала этого внесения платежей нарушений и каждый месяц я смотрю вот нарушение вы говорите вот так в этом штрафы по-моему там драли за это да да конечно потому что вы не своевременно вас вообще покажу за это время хватит наверно дмитрий товарищ 100 тысяч еще не осталось от вас ну что ж вы не отдали не очень жаль хорошо я хотел бы вас предупредить что наш разговор с вами записан ведется аудиозапись которая может являться доказательством суде данное нарушение может квалифицироваться судьей как статья 177 так как сумма очень большая злостное уклонение от подошвения кредиторской задолженности почему мне вжете вы на протяжении направленно говорите о том что вы не хотите платить нашего диалога вы мне пытаетесь навешать лапшу на уши я так понимаю что у вас просто нету других способов кроме как врать правда вы знаете вы поняли эту статью просто уклонение есть что решение суда что ли злостное уклонение подограждение кредиторской задолженности это когда я не выполняю решение суда дмитрий товарищ это какого решения суда вот именно что никакого решения нету я вам еще раз о том то вы не погашаете задолженность я им говорю вам а уже в третий раз что компания имеет право но сейчас с вами пытаются урегулировать вопрос в досудебном порядке которые к нашим отношениям не имеет никакого отношения абсолютно дмитрий товарищ я вам говорю о том что они будут иметь отношения если вы не погасите задолженность в общем я думаю хватит меня увещевать мы все взрослые люди я фиксирую отказ от платежа я фиксирую отказ от платежа до свидания здравствуйте друзья вот вам 177 статья у крф на самом деле на юридическом языке эта статья называется мертвая статья по ней не вынесена ровным счетом ни одного приговора злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности злостного уклонения руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта попробую вам расшифровать понятно чтобы было на человеческом языке во первых после вступления законную силу решения суда да это автор сейчас четко парировал да в суд банк не пойдет и уж тем более никакого решения суда законного не будет во вторых злостное здесь на этот термин нужно обратить особого внимания но прежде я не объясню что уклонение от оплаты именно по требованию скажем так при наличии исполнительного листа исполнительного соответственно производства грубо говоря злостного уклоняться то есть не выполнять требования судебного пристава примерно так это может выглядеть в бытовом формате судебный пристав вам вручает повестку посредством какого-то курьера под подпись вы подписывайтесь не приходите либо приходите обещаете заплатить но не платите либо предлагаете приставу какие-то свои аргументы которые не невесомы в отношении закона естественно пытаетесь увиливать вот примерно что такое злостное уклонение скрываетесь от оплаты и так далее и тому подобное еще раз повторю эта статья мертвая по ней нет никаких прецедентов судебных уж тем более приговоров да звучит круто страшно и для многих она естественно может показаться актуальность актуальность заочно но еще раз призываю всегда посмотреть текст этой статьи но здесь что называется ничего и не произошло такого страшного автор опять как говорится красавчик все четко поставил на место этого звонилку сид срок исковой давности естественно уже давным давно истек никакого долга не будет в суде он совершенно спокойно сможет применить 203 статью в течение срока исковой давности да то есть никакого обязательства он не подписывал в течение этого времени о том что он должен срок исковой давности прерывается только в момент подписания обязанным лицом документа обновляющего его ответственность грубо говоря если пришли там либо пригласили и далее подсунули подписать какой-то документ в котором указывается что дача я должен и вот я подписываюсь под этим поэтому никогда всегда всем говорю не вздумайте ничего подписывать не прочитав не вникнув ну и конечно же также срок исковой давности может быть прерван если заинтересованная сторона подает иск суд ну тогда срок исковой давности начинает течь вновь эти три года здесь ничего не было многие взыскатели упирают на то что раз мы вам позвонили раз мы вам там письмо прислали все это вновь нет это глупости все в суде это будет невесомым аргументом считаться судей не примет да и нормальный адвокат никогда не подаст такой бесполезный документ судье на рассмотрение ну ладно друзья а не будем долго тут распынаться еще одно объявление значит у нас есть сайт компания аля оказывает услуги людям попавшим в трудную финансовую ситуацию и для вас для вашего удобства тем кому нужна юридическая защита от беспредела банков беспределом про онлайн займов и тому подобные шушеры пожалуйста посмотрите в описании ролика этого либо любого другого ссылочку вы найдете на наш сайт также предлагаем посмотреть правый верхний угол ведет раз видео трансляции выходит кликабельная подсказка вот она подсказка перенаправит вас на наш сайт на сайте вы найдете видео видео рассказывается как устроена работа кредитных юристов компании аля что мы для вас делаем какие сроки сколько это стоит и так далее и тому подобное двух словах могу сказать мы создадим условия когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий и он спишет вам ваш долг примерно так как это произойдет пожалуйста посмотрите видео на сайте там все понятно что называется по полочкам разложено после того как вы посмотрели видео вам все понравилось вы приняли то самое важное решение вам необходимо оставить заявку на обратный звонок форме на сайте и мы вам позвоним с номера телефона который указан на сайте хочу подчеркнуть звонить самим на этот номер бесполезно не дозвонитесь очень тяжело большой трафик на исходящие вызовы у нас поэтому просто спокойно дождитесь звоночка нашего специалиста забейте себе в память этот номер телефона обозначить его каким-нибудь образом так чтобы не пропустить звонок и ждите звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу пять дней в неделю кроме субботы и воскресенья наши специалисты вам позвонят вы сможете задать вопросы на которые вас по какой-то причине не возьму вы не получили ответов ну и уже окончательно все поймете как с нами сотрудничать как договор подписывать и так далее и тому подобное также у нас на сайте простите на сайте на канале есть плейлист обращение к узнецова дмитрия к подписчикам гостям канала целый набор роликов где я конкретно четко что называется точечно раз отвечаю на вопросы которые мне задают люди и естественно это конкретный развернутый ответ они очень могут быть многим полезны поэтому я предлагаю вам изучить этот плейлист посмотреть эти ролики для многих для большинства это действительно полезный материал и вот кликабельная подсказочка сейчас правом верхнем углу выходит на этот плейлист вот она пожалуйста посмотрите и делайте выводы еще раз напомню значит для того чтобы встать под юридическую защиту стать нашим клиентам прежде чем оставлять заявочку на сайте пожалуйста посмотрите видео на нашем сайте давно не маленькими 10 минут на но она даст вам определенную пищу для размышления даст много ответов на ваши уже очень таки наболевшие вопросы и я думаю что вы не пожалеете и так ссылочка на это видео кликабельная подсказка правом верхнем углу для вашего удобства выходит вот он посмотрите пожалуйста видео у нас нашем сайте ну а с вами был Кузнецов Дмитрий жду лайки комментарии об этом ролике и конечно же желаю вам счастья благополучия и финансового здоровья всего вам хорошего друзья до свидания вот knowing бог уже бог 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 каз бог